всем привет ребята сегодня 2 января и у нас погода просто ну блин я не знаю шепчет синички поют воробьи тверинькают реально блин просто я не знаю весна весна пришла кстати на заднем плане вы можете видеть как мы прикольно украсили прихожую да красота получилась вот так вот она красиво получилось у нас веночек здесь вот веточки елочки пару игрушек так вот красиво по новогоднему правда снега нет совсем как видите и на градуснике у нас вот плюс 15 реально плюс 15 ребята вот эта погодка еще сегодня замечательный день вчера созвонился с сажей и предложил ему помочь мне и он скажу вам согласился это как раз мы тоже выходные пару дней поэтому сегодня он мне поможет накрыть вот эту оставшую часть не знаю че все сделаем но мне хотя бы вот эту часть вот это что уже где есть стропила потому что вот этот вот треугольник да он очень легкий он короткий получается здесь короткие стропилы и короткие листы я их и сам смогу сделать так же самое какие те сам сделал там три с половиной метра лист я уже не стала снимать потому что накрывал уже поздно было ночью короче видите балка лежит я получается себе на горбу нес этот лист заходил сюда с этим листом вот упирал его туда на вот эту вот балочку удосточку и вот так вот потихоньку уходил уходил а потом его брал и будет туда выпирал короче не надо вам так не расскажешь не покажешь ну понятно да как получилось все там три листа лежит сейчас наверху все я уже все подготовил уже доделал вот здесь вот плашечки до которые выступают меня на 15 сантиметров будет такой козырек себе вот видите да трендин дин 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 куча плашечек всех уже сегодня подокручивал также закрепил там одну балку она была у нас на вот это вот на промежутке косом и как бы все все дальше сейчас будем уже вместе что-то делать я буду снимать и не потому что ну знаете такой момент хороший ходить еще с камерой куда ты тоже ставить блин не хочу заморачиваться очень хорошо что он согласился потому что самому я вам скажу ну блин возможно но очень сложно капец это так набегался что мама дорогой все сейчас подготавливаем материалы вот и продолжаем он ребята смотрите кто-то нашел значит старый календарь ну такой отрывной кто помнит да смотрите написано грудень это декабрь 1924 год грудень декабрь видно до 25 число а внизу что написано первый день рис 2 видом выдавництво украины державное выдавництво украины что скажете на это у нас опять ложная беременность вон какие сиськи понабирались девочки девочка опять думает что она беременная и скажи опять молочные железы по напухали и 5 у меня состояние такое дурацкое и все жду чего-то жду непонятно чего капец придется 5 уколы делать или не пойми чего видите какие ох кормящая мамка блин и боника боника зараза такая уже вторая у него ложная беременность я не знаю что с этим решать сейчас надо не знаю завтра наверно завтра уже будет открытый наверно наш врач на повезем нашу звезду уколы делать какие-то таки придется стерилизовать потому что эти ложные беременности это очень плохо для организма собаки она опять в депрессию упала у нас звезда что опять она такая то хочу кушать то не хочу кушать то жалейте меня то платит а я обиделась пошла лягла то няня 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 пельмешка пельмешка ты пельмешка собака барабалка уже делаешь вот так вот оно получается ребята у нас сегодня второе число вот такая красота за окошком так мы там все сделали с окошечка теперь приятно смотреть у нас прям сегодня лето слушайте 15 градусов тепла это ж какой-то кошмар и наоборот это круто конечно 15 градусов тепла был обалдеть вот хлопцы работают на я покушала сижу не знаю чем себя занять надо может пойти еще чуть там что-то в холодильнике поприбираться может что-нибудь куда-нибудь поперекладывать в общем такие дни непонятные звездочка сидит охраняй 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 техника красавица я начала окно мыть сейчас покажу разводы можно может видно будет короче начал мыть окно потом посмотрела на у нас специально вот эта штука есть одной стороны типа мочалка с другой стороны этот специальная резинка блин а она только елозит и елозит акуля на улице мыло окно и полностью там мочалка такая грязная то я вымыла хорошенько еще смыла чуть подсушу чтоб воды не было и с моечкой он как раз уже мойку взяла и помою окна и девочка сидела красавица охраняло охраняло всех всех служила где что контролировала солнышко на улице хорошо и сидела девочка себе вон ну что ребята у нас уже на улице темнеет потихонечку хлопцы уже должны заканчивать по идее готовлю им ужин так сказать взяла бутербродики с намазкой с рыбкой вот такое нарезочка тут по отбивнушке осталось по котлетке нарезочка такая пальчики вот и думаю сделать у меня немножко вот типа форшмак остался ну как форшмак это что я делала для селедки под шубой под шубой да вот сейчас я этих сделаю чуть свеколочки чуть селедочки осталось сейчас сделаю вкусняшные маленькие такие шубочки в этом в таких штуках и будет прикольно так делаются они проще простого берем пару наших таких штучек и просто вот начиняем вкусняшкой можно снизу взять немножко майонеза так чтоб оно более пропитанное было потом наш форшмак будем так говорить тут уже больше получится чем две штучки вот давайте сколько получится столько сделаю потому что я с хромкою тоже люблю такие вещи шубу обожаю так вот так еще на 4 получится да получится или не получится ну-ка 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 в общем новый год у нас прошел вдвоем мы были вот да ничего до часу наверно мы посидели потом покушали я же говорю взяли наверно пока убрали со стола пока загрузили всю посудомоечку вот так вот и прошел наш новый год а утром нас мама моя разбудила вот и че целый день мы так Коля там еще столом занимался немного вот я убиралась да и сегодня в принципе ну ну знаете каждый день надо убираться в любом случае что собака в доме тем более сейчас Бонька линяет вот и естественно нужно убираться поэтому вчера немножко поубирала сегодня встала все уже доубирала полы перемыла такое короче так все это дело майонезом получится такая мини-шубка мини-шубка сколосную вилочку чтоб брать свеколку и теперь осталось нам только красиво сюда уложить свеколочку сверху чтоб это было похоже на шубу и классно будет прикольненько прикольненько на один зубок и нарядно по праздничному и вкусно вкусно как вы отметили новый год расскажите мне мне кажется все более спокойно наверное отметили новый год куда же выходить нельзя было мы никуда не ходили ни в центр не ездили никуда не до поездок было что-то не хотелось никуда выходить вот сейчас тоже после нового года никуда не выезжаем дома сидим заканчиваем домашние дела я же говорю сегодня Коля крышей занялся говорит уже надо закончить ну что ему по моему там немножко досок не хватает тут нужно будет докупить не знаю посмотрим я не выходила на улицу так ну вот что красиво 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 и вкусно будет сделать как-то украсить что ли то как же мы его украсим так мне вот интересно чего-нибудь анринот нарисовать интересное чего нарисовать у меня ещё такой рисовальщик да да Ну, как получилось, так и получилось. Так надо было крутить его. Вот так красивее получается, чем кусоток. Симпатично, симпатично. Будут еще вот такие вот шубки у нас. У меня есть классный сыр. Вот я его внутрь и положу. Маслинки, оливки и сырочек. Так, еще вот такой холодец. А, все, будете кушать? Кушать? Зай, кушать? Да. Все, грею. Так, еще вот такой холодец будет хлопцем. Вот сразу с горчичкой. Ну, вот показывала, да? И сейчас еще картошечку разогрею. Ммм, вкусненько будет. Ну что, вот такой ужин у нас получается. Вот. Вот. Оп, оп, оп. За хлопцев. Картошечку разогрела последнюю. Холодчик. Бутики вкусные. Шубка. И котлетки с отбивнушками с нарезочкой. И снова доброе утро. Всем привет. Это уже следующий день. Сегодня третье число. Вчера я, как вам и говорил, ничего не заснял. Вот. Потому что мы были заняты с Александром и накрывали крышу. Сейчас покажу вам, сколько мы проделали работки. Вот. В принципе, работали недопоздна. Выработали материал. У нас просто по дереву было. Было очень мало дерева. На самом деле. Как-то я что-то не учел. Там туда кусочек, сюда кусочек отрезал. Там доску одну распустил, там вторую. И получилось, что мы выработали весь лес. Воняка. Воняка-срака. И вот что у нас по доске осталось. Остались обрезки и плохой доски. Вот. Вот это вообще лопнутая. Вот в ней трещина, видите? Вот такая вот. Короче, доска. Пару, короче, обрезанных. Вот с них я делал, короче, контррейку. Вот. Так, ну это металл, понятно. Пойдемте покажу, сколько сделано. Вот сколько сделано. Почти, почти накрыт, ребятки. Почти накрыт. Можем изнутри посмотреть и будет видно, сколько. Вот по темному. Вот там, где темное, там уже есть металл. Осталась вообще фигнюшечка. Здесь, кстати, куски уже пошли короткие. Ну, то есть, я здесь решил взять напополам. То есть, вот эту крышу здесь у нас 4 метра где-то. Да, я взял куски по 2 метра. Там 2-2,20 такое. То вот эти, если что, я смогу и сам перекрыть. Проблема в том, что нету доски, как видите. Обрешетка. Вот. Смотрите, докуда сделана обрешетка. Вот, видите. А здесь дальше уже все. Конец. Даже немножко использовал с этого. Ну, я же сюда цеплял на заливку, да? На заливку арбо-пояса. И вот осталась одна доска, но она очень тонкая. Здесь даже 2 сантиметров нету. Такую фигню мне подсунули на лесопилке, блин. Ой, оно же как происходит. Ты приезжаешь туда на лесопилку, заказываешь себе вот эти вот дрова. Можно, конечно же, присутствовать у них и смотреть, что тебе грузят и отбраковывать. Потому что, ну, если ты заказываешь доску, дюймовку, то, значит, должна быть дюймовка. А не, извините меня, блин, полтора сантиметра. Ну, должна быть 2 и 5 сантиметра. Вот. То есть, это надо или следить, или, блин, же ж, е-мое. Ну, в моем случае я не следил, я просто уехал. И мне просто приехала машина и привезла. И что ты будешь уже делать? Отбраковывать уже ж особо не будешь. Так что, ребятки, вот так вот все у нас получилось. Вот. Осталось совсем немножко. Вот здесь буквально, что ж здесь этого края. Здесь мне нужно сделать две вот такие треугольничка. Раз и два. Два треугольника сделать. Вот. И, в принципе, их есть с чего делать. Но лучше, конечно, докупить вот этой толстой. Вот. Трехметровой. Я что придумал, ребятки, чтобы не платить за доставку. Вот. Привезу я нашей Катей. Вот. Закажу чисто трехметровые доски, чтобы порезали. Там у них есть шесть метров и четыре с половиной. Так я вот возьму те шесть метров, скажу, чтобы распилили по три. Вот. И загружу эти трешечки в нашу Катю. Так что так, ребята. Что? Ну, пошлите. Можем могу сверху немножко показать. Здесь, блин, бардачило у меня страшное. Ну, понятное дело, я все время тратил на работу. И работал до поздна, что не было времени убираться. Ну, ничего. Сейчас мы это дело на днях поправим. Сегодня, кстати, у нас такое туманище. Ё-моё, блин. И вот, смотрите, как получилась здесь крыша. Видите, я немного разобрал здесь вот треугольник из кирпича. Вот, чтобы зайти как можно дальше сюда. Вот, взять. И чтобы на вот эту вот, на последнюю волну собирать, мне осталось там сделать такой вот маленький треугольничек. Я не знаю, вам будет видно. Вот. Вот, видите, там маленький треугольничек остался. Его надо сделать с обычного металла. Вот. Даже, может, найду там кусок какой-то, челец оцинковки, чечеромета. И заделаю, чтобы собирало. Чтобы собирало с шифера и бросало на эту волну. Понятно, да? Ну, а так, как видите, уже почти вся крыша. Вот. Что ж тут осталось? Сюда я тоже не ставил кусочек. Вот. Сюда не ставил кусочек. Чтобы можно было сюда и сюда просто проще запрыгивать на крышу и доделывать. Хочем сначала доделать вот эту часть, а потом уже закрыть этим листом. Ничего страшного, лист под низ залазит очень легко и просто. Вот. Так что так, ребятки. Вот. На такой стадии сейчас наша крыша. Большая часть накрыта, и это радует. Вот. И вот там вот, видите, как четко я подрезал шифер. Ну, что прикольно получилось. Вот. Заехали прямо в крышу. Вот. Вот. Все хорошо. Так что так, ребята. Работы, конечно, еще хватает. Вот. Вот здесь вот надо, получается, делать фронтон зашивать. Вот. Вот здесь треугольничек вот этот вот. Понятно, да? Потом, естественно, делать ворота с чего-то. Ну, с чего-то, блин. Заказывать трубу. Вот. И ехать за трубой. Вот. Профлист. То, а так же самое. Хочу с профлиста сделать. Ну, я уже когда-то говорил. Вот такую вот трубу взять. 20 на 40. Вот. Профлист взять цветной. Ну, не такой, как на крышу. На крышу идет 20-я волна. Взять 10-ю волну. И, в принципе, сделать здесь ворота. Двери, понятно, там сзади тоже. Не знаю. Может, закажем какие-то дешевые, блин. И все. Как-то так, ребятки. Не, ну, классно. Большая часть накрыта. Уже там, получается, не будет ни снега, ни дождя. Там уже будет сейчас сохнуть. И это будет классно. Вот. Не знаю. Может, сегодня соберусь и разберусь здесь. Ну, хоть немножко буду начинать уже наводить порядки. Посмотрим. Посмотрим.